Рахмат Гиньки, сёс Карамушкина Ирина Юрьевна, да? Рахмат, моё выступление сегодня начинается с обращения к органам госбезопасности. Что с вами случилось? Ведь были же люди, чекисты, настоящие офицеры. Я знаю, так как лично с депутатом 5-го созыва, Исмаилом Исаковым, мы проверяли исполнение законов в вашем ведомстве, увидели ваш труд, потом лоббировали многие социальные льготы для вас. Вы, конечно, полностью подчиняетесь президенту и его аппарата, но работаете согласно Конституции и законов об органах национальной безопасности и в ряда других профильных нормативных актов. И депутат, имея контрольные функции по выполнению законов, имеет право знать и заявлять о том, как они нарушаются. К сожалению, за последние годы органы госбезопасности превратились в карательный орган каких-то ищеек. На ту неделю вновь из дома увезли на так называемую беседу нашего члена партии, женщину, которую предупредили, чтобы она сильно не проявляла активность и зачем ходит на суды в поддержку от Тамбаева и его сторонников. Это что еще за наезды? Она, как член партии и полицовета, обязана, согласно уставу и программе, выполнять цели и задачи партии – поддерживать своих товарищей. Каким законом и где это запрещено? Также арестовали и сразу закрыли в СИЗО одного из активного правозащитника, адвоката по городу Каракол, Камиля Рузиева. Я знаю его как требовательного и справедливого для принятия решения. Теперь он непонятно по какому-то заявлению. Нашли его за что отстранить и посадить. При этом органы госбезопасности сами погрязли в коррупции. Ведь по делу о продаже частот АЛА-ТВ, частной компании, именно ваши сотрудники вместе с одним из начальников контролировали эту схему. Несколько оперов вы закрыли, но почему не публикуете их фамилии? Зампредседателя отправили в отставку. Зато одну женщину из госкомсвязи сразу обвинили в этой афере. На всю страну опубликовали ее фамилию, прям нашли злостного расхитителя народного достояния. Почему не публикуете фамилии этих оперов? Также требуем, чтобы официально дали информацию, имеет ли к данному рейдерскому захвату частот первый зам Финпола Сагенбек Абделдаев. Я понимаю, что вновь пробелы в законах дали найти лазейку, но это чистой воды был рейдерский захват при помощи государственных ресурсов. Премьер-министр Аблугазиев намеренно ли нанес финансовый ущерб бюджету страны? Почему он ушел в отпуск, а не в камеры СИЗО ГКНБ? Народ желает знать, правда ли, что именно премьер-министр спустил команду, чтобы была подписана сделка в госком связи через рук аппарата Клжиева. Закрывайте их всех тогда так же и ведите годами расследования, как поступили с Айбеком Калиевым, с Апаром Исаковым, как предательские подло поступили с экс-президентом Алмазом Атамбаевым. Почему работает закон выборочно? Почему это дело передали в военную прокуратуру и засекретили? Президент постоянно призывает не бояться и называть расхитителей государственных карманников. Но многие поплатились этому призыву. Офицер из погранвойск, когда говорила о коррупции, теперь он уволен и на него уголовное дело открыто. Таможенники, кто заявляли о коррупции, все вы... Субтитры создавал DimaTorzok